Говорят, что путешествие начинается уже по дороге в аэропорт, если это так, оно уже началось. И вот мы в Домодедово ждем посадки на Дубай. Вот мы нашли первую лужу, которую снимали в новостях, это буквально 50 метров от нашей гостиницы, но с другой стороны, если посмотреть, в принципе, там все нормально. А так вот, да. Вот оно, наводнение. Кусочек. Мы все потонем. Мы все умрем. А, вот эти баррикадные дела. Вот тут уже готовые пески стоят на улицах. Если что, нас спасут. Заграница нас спасет. Окей. В общем, общий уровень в реке, в принципе, ну еще терпимый. Ну, вот там вот в низинах. Ну, вот там уже. А, спроси про дворец. Вот там уже все перекрыто. Там вот перекрыто все и... А. Есть. Вот и вот так. А вот уже и наводнение. Вот там находится Королевский дворец, но сегодня мы уже туда не попадем. Возможно, после обеда, когда вода спадет. Вот. В принципе, да, есть затопление. Но, с другой стороны, если ты не хочешь сюда идти, можно идти в другие районы северные, где его нету. А так вот, пожалуйста, реально есть лужи. Народ ходит. Вот туристы. Вот переход по зебре. Все работает. Вот какие-то белокожие туристки пытаются запечатлеть. Девчонки наши плещутся. Собирание каких-то тараканчиков в бутылку происходит. Нет, каких-то тараканов. Зачем я так и не понял. А там нету моста, кажется. Идем дальше. При том, что на той стороне абсолютно да, сухо и народ гуляет. Эй, господи, уй! Ааа, мамочки! Кто это? Кто это? Это была крыса. Я думал, что это кошечка. Испокойно-то. Ну, правильно, они сейчас в каждой дырке все крысы, вся жирность убегают, поэтому возле дворца в принципе так затоплено. Еще не критически, но но вот такая ситуация такая ситуация, я не скажу, что на грани, но все-таки не очень приятно, потому что дворец буквально вот из стен происходит такая штуковина. Вот мы пришли к реке, которая находится за Гранд Паласом. И уровень здесь, конечно, поднялся, да, реально. От набережной можно сказать, ничего не осталось. Она глубоко под водой. Уровень реки, естественно, намного больше. Вот. И перебраться в храм Арун-Вад, конечно, практически невозможно. Хотя, я так понимаю, все можно сделать, потому что люди вот каким-то образом там что-то сидят, ждут, и, наверное, переправа все-таки работает. Вот. Но уровень, да, если так посмотреть, конечно. Последний раз, когда мы были, здесь было намного все меньше. Вот Юрка пытается глубину реки измерить. Вот. Но не все так страшно, на самом деле. Просто, если не хочешь видеть эти вещи, живи в какой-нибудь южной части или северной, где нету воды, вот. Ну, народ просто отдыхает, медитирует, глядя на воду. Один из моих любимых путь, это спящий путь. Он очень огромный. И вот его ноги. Вот. Его ноги, сделан из перламудра. Там буддийский календарь. Дальше вот это место, где находятся чаши. Нужно взять монетки, горсть и попытаться закинуть в каждую чашу столько, чтобы последняя монетка попала на последнюю чашу. Если это получится, что шансы очень небольшие, как сыграть в лотерею, то считается, что вы счастливый человек и обретете удачу в ближайшем будущем. Сейчас попробуем развести Юлю на этот. процесс пошел. Я вам скажу у последнего кувшинчика получилось ли задуманное или нет. Ну, а пока Юлька бросает и через полчаса встречаемся у выхода. Прошло 37 минут. Юлька, что? А сколько ты кувшинчиков пропустила? А я скиприла. Через четыре штуки. Я скиплю. Ага. мило. Ага. в день в моих любимых храмов он конечно может быть не такой большой как королевский но вот все вся эта мозаика цвета очень здорово очень красиво мало всей этой суеты народу и какая-то одухотворенности здорово на самом деле и вот очень много будда ниши с огромным огромным количеством будда будда стоящих хотя храм посвящен именно лежащему или спящему будду не помещаясь к ступке вылезло вылезло из ниши буквально несколько минут назад мы прилетели приземлились в аэропорту Куала Лумпура и мы уже в Малаке сидим в автобусе поэтому я не снимал потому что мы должны были успеть поменять деньги и купить билеты и успеть на этот автобус мы уже в Малайзии кругом одни пальмы естественно жарко и вот едем я надеюсь что мы через два часа будем в Малаке и до этого остановят и я снимаю более интересную чем трассы и заросшие пусты так время почти восемь после дождя и скитания мы не стали заезжать в Куала Лумпур а приехали в город Малаку здесь мы нашли какой-то хостел заселились сюда и наверное уже не будем ничего другого искать вот и сейчас пойдем искать достопримечательности Малакские это от Сингапура от Куала Лумпура 150 км пошли дальше мы приехали сюда из-за того что я вычитал что это очень похоже на Европу вот здание церковь а-ля собор Парижской Богоматери в Париже маленькие такие улички европейский домик 1916 года постройки но с утра мы ничего не ели поэтому вылетели сегодня в 12 утра встали восемь перелеты потом автобус два с лишним часа потом еще один местный автобус и вот сейчас мы едем ищем какую-то литл маму такая какая-то азиатская Венеция о корабли странно что где-то в какой-то заброшенной азии есть такие местечки тут с одной стороны что-то в китайском стиле а хэлло сэр о Джодиа если вы знаете да но спасибо может а вот голландская мельница на самом деле очень здорово чуть-чуть капает дождь но в принципе это не очень смущает потому что влажность очень большая очень жарко вот ночью здесь очень клево вот так все в подсветках и именно на это было рассчитано утром я хочу прокататься на кораблике по каналу а сегодня вот именно какой-то крендель на местном мотоцикле весь в огнях тоже видать они очень любят огни и Олька там что-то пытается сделать какие-то снимки а кафешку мы так и не нашли ночью конечно великолепно обалденно красиво это кусок португальской стены и где-то впереди есть даже корабль на котором первый раз приплыли португальцы вот здесь вот не видно но вот торчат пушки пушки торчат здесь стен поют птички все в огнях и вообще потрясающее место все невозможно представить что это корабль что это находится где-то в Азии что-то похоже на французский город Анси говорят что это местная Венеция конечно немножко не такая а вот французский Анси с меньшим количеством канала очень даже сейчас мы будем идти по набережной и дальше дальше мы сняли небольшой кораблик и теперь поедем по набережной чтобы увидеть всю эту красоту еще раз говорю это колониальные здания испанцев португальцев и англичан в первую очередь но все это находится в Азии и не так привычно скорее всего непривычно все это наблюдать вот это огромное колесо мельница тоже старый старых времен постройка вот это крепость португальская точнее остатки португальской крепости из которой тоже видно больницы где торчат дуло пушек кто-то там пляшет спасибо а мы едем здорово С одной стороны мощнейшее здание На нижнем этаже парковка А с другой стороны Монорельс А с другой стороны такие маленькие Клевые домики В таком национальном стиле Прямо на берегу С одной стороны полностью вот эти домики Офигительный мостик Мы уже потихонечку возвращаемся В таком национальном стиле 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 Какая-то национальном стиле В таком национальном стиле Зарisti Через intersections В таком зарпалке Продолжение следует... 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 Заведение какое-то непонятное... Зайди и посмотри... С тротуарами, конечно проблемы но если такие между домов вот такие арки в принципе между арками если не супечок то можно ходить хочет разрубить мелкие детали когда видит китайские дела но здесь они конечно восхищают эти сумасшедшие колонны дракончики это конечно сейчас здорово кофе с булочкой с толстом из джемом утром малаке это вообще бесподобно рижские напевы хотел бы я так жить с рискими напевами тогда может быть лучше жить прямо в риге он по стука движется вот колесо да а теперь все в резкости а вот я так представляю представляние колониальные города африки я не знаю какие именно но что-то в этом есть тут уже центр мы вчера здесь ходили бродили все днем выглядит не хуже вон тот кусок корабля стены а меня кто-то снимает девушка вы меня снимаете ну проходите тогда мимо все стоит деньги так христианская церковь малаки прилегающие дома к ним какой-то обалденный фонтан португальско-испанском стайле каким-то гербами очень зеленый фонтан Ярко какой-то. Наверное, Малафи. Блё. Да, абсолютно не жалко 200 километров, проехавших вчера. Проеханных на каком-то супер раздолбленном автобусе местном. Потому что это... Вот можно снять такое такси, ночью они все горят, и прокататься. Много мусульман, на самом деле. Всё-таки не забывайте, что это Малайзия мусульманская страна. По статистике 73% Малахи это китайцы. И мы живём тоже вот в Чайна-Тауне. Кладбище? Португальская. А тут Юля нашла палку. Но она подумала, что это палка. Но это не палка. Где-где-где-где-где? Вот кажется. Вот она. Она что-то жрёт. И ты смотри очень под ноги, потому что тут помимо всего живности хватает. Тут могут быть в первую очередь змеи и скорпионы. Конечно, быть схваченным на кладбище. Может быть даже и ничего, но не хотелось бы. Смотри под ноги обычно. Под ноги куда идёшь? Непонятно же, что написано. Вот это холм Святого Павла. Туда собираемся. Люблю Азию. Любой простой какой-то маломальский парк, вот этот бамбук живой, они превращают в достопримечательность. И то, что здесь нету бутылки бумажек, это уже перестаёт удивлять через некоторое время короткое. И кажется, что так должно и быть. Ке-Султан. Какой-то дворец Султана. А вот всего лишь парк. Просто парк. Я так понимаю, это какая-то школьная экскурсия. Но забавно, они все в сапочках сидят на полу. Идём, какой-то... Ничего не надо? Я чё-то не знаю, что это такое. Возможно, какой-то бывший дом правительства столь. И вот огромный «Шевроле» стоит под навесом. Вот, какие-то домики сейчас буду узнавать. Но мы пришли сюда, чтобы посмотреть развалину старой испанской крепости. Португальской, точнее. Вот, всё, что от неё осталось. И отсюда дальше можно будет подняться на холм Святого Петра. Он тоже там. Вот там, за пальмами виденные стены. Остатки стен. Что довольно жарко становится. И подниматься придётся по многочисленным ступенькам. Всё, пойдём. Который умер здесь в мае 4843 года. Всего лишь раньше люди жили не так долго. Тем более в таких условиях. Жара. Малярия. Москитос. Room. All room without condition and fans. Хуберт. Ван Грахт. Наверное, голландец. Хотя это английское поселение будет считаться. Голландское кладбище. Мало тут осталось от голландцев. Ну так. Здоровую штуку построили. Надо идти в другую сторону. Может быть, и неплохо здесь встретить старость. Вот мы забрались на холм. Здорово. То есть стены старого, старой крепости. Конечно, рок-вист, да? А вот... А вот и кусочек моря. Не надо забывать, что Малака – это бухта. И в основном бои все и междуусобицы, между голландцами, испанцами и португальцами шли за господство, именно форта, который строился и в итоге они охраняли его. Но от самой крепости мало что сохранилось. Разве что мемориальные доски, которые здесь собраны. И здесь нужно увидеть, кстати, немногочисленные остатки надписи на голландском языке. Малак. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Похоронен сам пол Люди опять бросают монетки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очередное местечко какое-то... Улочка... Но я не за этим... Я вот специально хочу... Заснять... Деньги... Вот... Малакские... Султанах... Мне очень понравился... Вот этот момент... Специально сниму... Он прозрачный... Это не дырка... А какой-то пластик... Не могу... Навести... Ну вот... Вот... Оттуда все видно... Оп... Очень клевый... Такие нигде не видел... С дырочкой... Пластиковая... Вставка какая-то... Очень клево... И... Башни близнецов... Петранаси... В Каула-Лумпуре... Клево... Здесь... Вот... Вот люди... В клетке... За стеклом... Hello... I come... Вот мы нашли какую-то штуку... Называется... Минора... Которая... Поднимает людей нас... Two girls and one child... One child... One child... Hello... Thank you... Вот эта штука... О... Да... Здесь только дует... А какая разница... Он все равно будет крутиться... Hello girls... Вон там место... Вот эта штука... Поднимается на высоту... И... Можно будет посмотреть... Город... Поднимается на банк... Вот... В этой трубе... Не знаю... Сколько метров... Ну... Я думаю будет крутиться... О... О... Кажется... Мы поднимаемся... О... 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 Зато сюда видно... Корабль... Вот... 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 Вон они... Малая камень... А вот корабль... А то хорошо видно... Мало того что... А вот море... Смотрите... Смотрите... Карьера какой-то... Маленьше... А вот... Маленьше... А вот... Малейшин... Малейшина... Малейшина... Малейша... Малейшина... Это вам не Турция, ребята. Holiday Inn с выходом. Бухточки. Корабли. А вот желтая машина, которая сначала едет по дороге, а потом опускается в воду. Какая высота большая. Классно. Юлька, тебе нравится? Очень. Поедешь в следующий раз с нами в Турцию? Потому что надоело, это Азия. Девочки-мусульманки. Все равно боятся? Не, ну круто. Ой, а это помимо маленького бассейна, вот большой. Это общественный бассейн. Если ты взял плавки, то можно пойти тупо искупаться. Никто не плавает. Потому что все люди работают. Вот наша река и вон наше колесо. То есть голландское колесо. А живем мы где-то вон там. А вот тут какой-то, смотрите, огромный Макдональдс. Огромный Макдональдс комплекс. Макдональдс комплекс. Макдональдс комплекс. Этот комплекс показал полицей matéri. Так, а alguien цвет multinational in되는 лет. Поэтому есть разница к себе этой кашем. Луцарь, они плащутся на плащху. очень красиво пушки айфон видит видит мой фон ну так очень забавно мне нравится а мне нравятся люди людишки которые там входят как муравьи вот как муравьи смотри ну да макет такой как будто игрушечный а это смотри это кажется считай как островочка это значит что дверь сейчас откроется самолет вылетающий в Куала-Лумпур готов а это тоже с бассейном здание между прочим гостиница там запустим запустим уже стрел рожде Schka Муравьи идущие, это какие-то школьницы, а, точно это школьные автобусы. Я хочу больше, я не хочу больше, я не хочу больше, я не хочу больше, я не хочу больше, я люблю поляка. Вот наконец-то дошли мы до этого корабля, и сейчас будет восхождение, он реально большой, я не знаю плавал ли Николай на таких кораблях. Или на каких-то других, но он клёвый, он действительно клёвый, сейчас пойду наверх. Что? Здорово! Так, вот это как это всё выглядит. Это что такое? А, тут вниз трюм, давай сверху начнём. Тех. Кабина капитана. Какие-то штуки. А вот и сам капитан. Забавный капитан. Забавный капитан. Картограф. Ещё кто-то. Старые карты. Там капитан, осторожно. Хе-хе-хе. А вот, кстати, это башня, на которой мы были. А, кто-то крутится. Клёво, что она мало того поднимается, она крутится ещё вокруг своей оси. Минора. Мяя. 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 что там у них шок китайский фарфор сигары наверно масла вина всякие перцы перцы они сами были перцы как перец вот перец i don't have money урони фотоаппарат он хочет прицепиться чтобы его не давай а у меня должна быть подруга мы решили пока не брать кораблик а просто тупо пройтись пешком здесь можно по всей набережной пройтись пешком очень далеко-далеко ходить и смотреть а еще я был магазин это настоящая малазийская пластинка бита с моей коллекции супер я так рад ими в 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 это видеть какая-то большая гостиница наверное тут можно сразу искупаться в бассейне при желании то Mask а поражает чистота отсутствие бачков и мусора очень здорово парке т готов но но отличный, красивый граффити без всякой жести и без всяких антисемитских лозунгов которые часто видно у нас на здании Малейша опять все еще кусочек набережной можно идти до бесконечности под мостом тоже есть проходы под мостом великолепная чистота и деревья вот это вот маленький оазис называется Тандасвам это всего лишь публичный туалет где стоит 3 рубля вход а за 1 ринггит можно принять душ да, ну пока ты ходил, вспотел в городе зашел за рубль за 10 рублей значит 1 ринггит это по-нашему 10 рублей вот искупался и пошел дальше можно полежать вот там по двери под кустиком тоже выход из положения вот аналог моста Риалто а вот колесо и вот такие дома с граффити обычные такие по нашим понятиям трущобные плохо видно мне кажется там зверек да он там плывет ох какой большой какой здоровый смотри супер это а рядом бассейн а вот он там плавает он приближается это и очень быстро и очень 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 дождь в Малайзии и наш хозяин отеля любезно предоставил машину и сам везет нас на вокзал и это здорово что то есть такие люди пошел просто тропический ливень и я не знаю как мы добрались бы до станции если бы не гостеприимный хозяин который любезно довез нас до остановки чтобы сесть на автобус который идет до центральной автостанции чтобы попасть и ехать два с половиной часа до Куала-Лумпура я надеюсь что следующая съемка уже будет на подъезде или в самом Куала-Лумпуре а сейчас пока стоим слава богу пока не мерзнем но довольно прохладно вот Юля едет в Кишенегрином автобусе в экспрессе тут немножко на иномарочке доехала автобусами под проливным дождем иху да нам автобус да подали наш автобус это проливной ливень и сшибанула такая молния что везде погас свет девчонки находятся в туалете и я надеюсь это им немножко облегчило их задачу огромный автовокзал приезжаешь и какой-то крендель подходит тебя спрашивает что вам нужно и везет ведет точнее в данном случае мы хотим поехать на такси вот он рассказывается и показывает куда чего развязки просто невероятные огромные автовокзал тоже как аэропорт и там мосты короче идем покупать купон на такси чтобы таксисты тебя не обманывали ты говоришь место покупаешь купон и вместо денег таксисту выдаешь купон на автовокзале есть даже какой-то лифт окей hello thank you thank you и здрасьте мы поселились в кондо кондо минимуме у одной девушки Натали вот прямо из ее окна можно спуститься и принять душ то бишь искупаться в бассейне мама живем мы хорошо вот Юлька что-то хомяч вот вот мы заселились в таком кондо минимуме окошко для выдачи пищи кухня балкон здесь живут какие-то люди какие-то квин оля москвы акула лугумпур ха 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 марш крем марш крем вот это у нас гардеробная это еще одна балла здесь живет какая-то Юля из москвы в общем так скромно мы живем ну что мы в Куаумпуре вот за этим домом мы живем там фонтанчик и очень офигительное место да это вам на самом деле не Милака это Сингапур а Куаумпур сори что-то я все время путаю наверное в следующий поеду в Сингапур едем на вокзал покупать билет на поезд да агромерная мететь и агромерные здания канал да все-таки маленькие города по-своему приятнее большинство очень сильно напрягают и отнимают много времени на кресле так не центральная улица но одна из где-то вот так вот все это дело выглядит ну так забавно но много народу очень жарко чалон петалин не то? наша сейчас чуть-чуть поснимаю огромные здания много народу жарко ну это конечно не Малако но все развито черт меня побери люди как-то живут очень и очень неплохо держи что-то там горит что-то продают кругом все что-то продают народу много толкотня и мне уже хочется какой-нибудь другой маленький город бегом бегом ориентироваться конечно в таком большом городе очень-очень нелегко нелегко можно только представить как как это бывает в Нью-Йорке когда ты чувствуешь себя действительно очень маленьким маленьким человеком может быть классное такое заведение кепабское а там такая фотка а чуваки вообще пипец пипец здорово ну вот вроде как чего-то нашли это кстати река Вонючка которая переводится как Куал-Лумпур откуда возникло и название и устья реки а это и в переводе с малайского так очень много мусульманских мечетей понятно что страна мусульманская но как я бы сказал немножко внешне как-то такой light не очень сильно выражено как Турция наверное но все же это не буддизм и не не православие не католицизм поэтому в шортах хожу только я из мужиков и такие же вот хороший уазис это очередная площадь здорово очень красиво вот какая-то старинное здание тут же мечеть тут же огромный небоскреб сзади тоже небоскреб как будто вырезанный как на мечетах узор здесь наверное какой-нибудь под землей торговый центр вот флагшток считается один из высоких или высших не знаю классно так замедленно флаг развивается как будто в замедленном кино обалденно как в матрице очень похож на американский кстати если не все думал вот такие же полоски обалденно вот вот так вот как будто матрица здорово так дальше спускаемся над землю какие-то домики сейчас до них дойдем вот и сзади опять небоскребы фонтан опять-таки уже в такой колониальном стиле восемнадцатых девятнадцатых не ну супер мне нравится только за изучением маршрута идем дальше огромное сочетание зеленая зеленая трава какие-то японские домики и такой огромный вот так чтобы понять насколько этот телевизор немаленький скажем так вот люди ходят людишки вот и опять-таки там что-то играет вот шеркушечка которой больше сто лет автобус и какой-то фонтан и какой-то фонтан что очень радует то что среди вот этих каменных джунглей встречаются такие маленькие оазисы где можно полежать и отдохнуть в тени идешь вокруг огромные здания дома а ты можешь забуриться возле воды на травке и все дело это полежать вот какой-то странный фонтан заротели непонятно трубы лотосы какие-то а вокруг огромные здания и вот знаменитые знаменитая минора и там торчат купола знаменитых башен близнецов петронос до которых мы должны естественно дойти а вокруг город сад город сад с водой с фонтанами это класс там находится мечеть даже может слышно пение вот это скоростной поезд над головой поет мула и вот здесь какие-то супер тропер переходы и ты такой маленький и хочется домой не знаю хотелось бы чтобы это было чтобы также было где-нибудь в Москве но это Малайзия местное метро оно может быть и электричкой и обычным вагонным составом вот это а-ля Питер только стеклянные подходишь и дверь откроется после прибытия поезда самое жопное что ты находясь на станции на разные ветки пытаешься найти кассу для разных билетов и когда с одной ветки пересаживаешься на другую ты платишь под зону не так дорого но где-то двадцать рублей это короткие зоны которые мы перемещаемся но порой по десять минут ищешь десять минут ищешь где находится тот или иной поезд и вход и тупо вход или выход вот этот кусочек мне очень нравится фальмы и огромные небоскребы какие-то отели банки огромные здания здесь можно дышать все-таки потому что не так сильно все это давит но конечно сами конечно петроносы да они конечно впечатляют они реально огромные здания из таких стекла и бетона я бы даже сказал из какого-то стали и вот там переходной мост она же смотровая площадка на которую при желании можно подняться а вот что находится за петроносами с другой стороны красивое озерцо здание и и вот опять бетоноса бетоноса опять бетоноса и другой стороны опять таки небостребы и народ просто отрывается здорово здорово что есть такая возможность в таких местах охладиться и походить по траве это очень здорово водичка там вот небольшой бамбуковый пальмы какие-то аппараты с цифрками непонятные и водичка так такое развлечение среди небостребов девушка вытрыгивающий кит европейским нас обманули а одна из пунктов нашей поездки было место под названием Путра Джая это столица будущего и вот мы должны встретиться вот нашли чувака Доминика который повезет нас в Путра Джао это столица официальная где где не это не Доминик это не Доминик это был не Доминик сейчас сейчас короче мы сейчас должны найти чувака который отвезет нас в Путра Джао это столица город будущего я читал что там очень интересно Доминика пока не видно я думаю он там где фотограф мы приехали в Путра Джао немножко не повезло нам с погодой вот поэтому наверное придется взять кораблик и проехаться кто-то называет этот город мертвых потому что мертвый точнее город потому что здесь просто тупо нет людей дело в том что это столица официальная официальная где люди приезжают каждое утро приезжают работать а потом едут с работы уезжают в или в ближайший поэтому людей здесь практически нету кажется что огромные здания построенные не для кого на самом деле там люди только работают никто здесь не живет мы поднимемся потом наверх и посмотрим это все в принципе очень богато 2 миллиарда было втюхнуто в этот проект и так понимаю что никто его не распилил потому что все это построено за 15 лет всего лишь России бы это растянулось бы на пико в парижа дома из дубай еще какой то голден бридж как в калифорнии все какие то и и и и а вот там дома это это кипер джая вторая джая а это кипер джая это аналог силиконовой долины в Америке из не компании селон ERE я думала в сердцах вот сук белая 2 мост и все 9 а это 2 А что это за палка была? Мост конечно природный Маяк наверное Людей то нету нифига Надеюсь этот проект оправдает себя Красивый мальчик Наверное один из красивых мостов Красивый мальчик Красивый мальчик Красивый мальчик Красивый мальчик Красивый мальчик Семь часов Мула зовет Конечно, не хватило солнца Потому что если бы это Было голубое небо Свет все выглядело иначе Я, конечно, чуть-чуть разочарован Сам проект сумасшедший А вот фотографии К сожалению, сделать не удалось Такие, как я думал Может быть, стемнеет, будет получше Надеюсь, потому что Начали подсвечивать Мы поехали по городу И вообще никого нету С одной стороны, это Огромный проект В который был засунут 2 миллиарда долларов Но ведь местные кричат Зачем эта трата Энергии и всего прочего Потому что людей тут нету Зачем это все Освещать такую огромную территорию К сожалению, не видно на той стороне Там основная часть Зданий И там все горит И подсвечивается Вот тоже интересный какой-то дом Какой-то Как шапа А вот на другой стороне Может все горит Какие-то Прожектора в небо И новость в английском стиле Это бассейн довольно большой Это в доме, где мы живем Находится Огромедный 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 Вот наш дом Между ними Какое-то Перекрытие То есть мост Как в Петроносе Это он тоже вокруг Такой здоровый Куса Это мы где живем Выход из нашего двора Написано В кафешке Посередине фонтан Днем фонтан А вечером он выключается И люди сидят Доброе утро Земляне С утра мы приехали В место под названием Бату Кейвс Тоже одно из Обязательных пунктов Моей программы Потому что тут На равнине Стоит вот такая Огромедная скала Непонятно каким образом Вот Это тут Построили храм Индусы Индийский храм Вот Но это клевая Такая скала Я вообще Плохо Обычно понимаю Как Как они рождаются Потому что Кругом Такая равнина А потом раз И вот такая Отвесные скалы Кстати вот Хануман Бог обезьян Тут представлен Вот И Тут Должны быть Пещеры Собственно Ради чего Это все Идем А вот здесь Вот это Ответственная скала Такая Ответственная скала Очень Крутой Клевый холм Очень Красиво Все В зелени Сам холм Как он вырос Не знаю Вот там стоят Рядом стоят Хрущевочки Люди там живут Вот Ну и мы идем Вперед Кстати Самих обезьян Тоже очень хочу И надеюсь Что я их увижу Так Встретимся Чуть позже Хануман Бог обезьян Странный Такой Странный Но мощный А еще Более мощный Это Сами пещеры Вот эти Ответственные Сталага Миды Или Сталагтиты Идем дальше Вот один из Вот один из Храмов Чувак стоит Очень интересно Один из Суеты Полтора С негаснущим Огнем И все это На фоне Сумасшедших Пещер Скал Вот мы еще Ближе Подошли К главному Ходу Тут Как клево Везрятся Рыбки Тут много Можно Кормить Вот Женю Будь Надо Сюда С Вовы Вот место Чтобы Там Какие-то Пташки Вот Рыбки Вот Вот Так Примерно Ох Ох Что-то Полетело Полетело Водопадик Персонажи Всякие Клевые Там целый Целый ряд Гонишь 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 Густую Свои Пузыки Сидят Ох Так Много Вон Там Где-то Я видел Забавное деревья Они прямо как-то растут и висят на краю, здесь, что ли, вот, кажется, маленький такой мини-зоопарк, что ли. Там всякие животные разного рода, змеи, кобры, мартышки, черепахи. Как китайец какой-то. Хуже? Они были старые? Вот тебе показал. С ребеночком. Осторожно, осторожно. Это все-таки мама. Я надеюсь, здесь у нас фотки с обезьянами. Сзади тебя пришло. Ну что, пошлите. Ну что, пошлите. Вот они забавные. Бляд, там что-то. У меня глаза. Это другая порода. Слушай, я тебя оставлю. Давай, оставай. Ну, если попросят, они тебя фоткают. Да, видно. Сильно видно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Эй, товарищ. Так, ну вроде мы уже как добрались-то. Вертики. Ха. Наверх. И тут уже вход в пещеру. Сталагмитовые дела всякие. Кругом идти вниз. То есть дальше. Кругом изображение. Таких божеств. Дырки. Сводов. Сводов. Сводов пещер. Огроменная, конечно, пещера. Очень-очень большая. Такое. Аватаровская. Такое. Санктумская. Ну, по мощности, конечно, те пещеры в Бирме, они, конечно, были мощнее намного. Но это тоже клево. Сталагмитовые. Сталагмитовые дела. Здесь собираются очень много народов во времена индуйских праздников. И они идут по этой лестнице. и самоистязают себя детьми и всевозможными колюще-режущими предметами. Вот. Многим это доставляет удовольствие. Я имею ввиду тех, кто смотрит на это. В принципе, отойди. В принципе, обряд интересен, но не знаю. Хотел бы я вообще, птичка, все это посмотреть вживую. Хотя, почему бы и нет. Да, на минуту, да. Вот один из наших мощных. Танцующий бок. Все. Отлично. Вот тоже отходы пещер. Тут еще есть так называемые черные пещеры. Которые не приспособлены для туристов. Вот. Они закрыты и там грязно. Далеко-глубоко, не знаю. Будем ли мы туда идти? Девчонок никто не хочет, но я не знаю. Посмотрим. В зависимости, сколько это будет стоить. Это настоящий аватар. Настоящий аватар. Пьет воду. А я ее не знаю. Где запьет? Она не видит, что я ее снимаю. Да. Важная такая. Вон маленькая где-то сидит. Где-то не вижу. Вот это. О, они на скалах. Настоящий аватарский дно. Вот так. Вот. Дикие стада. Дикие стада. Вот. А вот так вот. А внизу вот. Пригород. здесь. Вуалумпура. Какими-то. Низкоэтажными постройками и хрущевками. Вот. Здесь эти обезьяны, которые. Хватывают. О, забавный кадр. Тири, тири, тинь, тинь, тири. Тири, тинь, тинь. Тири, тинь, тинь. Опа. Я уже боюсь, они хватают. Людей за висящие предметы. И за... Собака. И за пакеты. Они понимают, что в пакете лежит. Вот он даже преследует. Просто тупо чувака. Тупо чувака преследует. Тупо чувака преследует. И вырывают, вырвут пакет. И хватает там воды, не важно что. Лишь бы... Лишь бы пошивиться. Вот, 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 вот. А все. Лишь на дверь? Расп아서. Нет. У меня нет. Да, вот, вот, вот. Счастливая! Сейчас мы просим. Какого-то боли, Мсе? А бизиан? Нет. Неani. Какого-то, бизиан? Нет. Один чуть ли не овладел другим Возьми веточку, если что, начинай Начинай Вот сидит с ручонкой Сложил ручки, блин Сидит с ручонкой О, здесь есть Пауки Бывают пауки И Вот это черные пещеры считаются Без света, с летучими мешами, с пауками Вот, ну не знаю, пойдем ли Мы в них, не уверен Вот отсюда тоже, отсюда тоже очень хороший вид Девчонки раскрутили меня на черные пещеры И мне, наверное, придется все-таки туда пойти Они сказали You must see Ты должен это увидеть Хотя сами они идут в зоопарк А мне придется идти в пещеру Увидимся в пещере Ни хрена не видно You know what's the one on? Yes, 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 yes It does Right? Олимпиаряяяяяяая не видно Но мы начинаем нашу поездку Ко мне присоединились какие-то Ко мне присоединились в Петцарске Священность Ко мне присоединились в пещере В пещере Вот это Высильно На самом деле, ни хрена не видно. Вот фонарик чуть-чуть светит, но ничего не видно. Такое очень сильно воняет. Гуану это пометливый чуть-чуть вышит. Гуану это пометливый. Гуану это пометливый. Гуану это пометливый. Это паучища, блин, паучища, сука, прямо над головой, бля. Ёпти, по-другому, извините за выражение, надо идти, ёпти, вот, что лаптит, а он оттуда капает, сверху, сверху он там стоит. Классный вид, конечно, я иду последним, не знаю, интересно это или нет, вернее, правильно или нет, скорее всего нет, потому что я иду последний замыкающий и могу куда-нибудь потеряться. Местная монолиза, называется Куринорсаул, я так и не понял, но это вот так, по-другому. Это полная, полная темнота, это полная была темнота, и поэтому на этой темной пещере, как здесь все живут, хрен. Пить эту воду нельзя, потому что она содержит бельон бактерий. Ух ты, ещё одна красивая дырка, где можно увидеть солнечный свет, и я даже слышал, кажется, удар молнии. А это райончик, называется Little India, можно понять по музыке, какие тут магазинчики, естественно, такого же плана. Индийцы, пробок. Маска. Махараджалела. Только что-то он легенее. Что-то медленно. Нет, ну там такие какие-то, извиняюсь за выражение, блядские повороты, вот смотри, вот там вот. Ну, забавно. Махараджалела. Монорель сейчас поедем Вот мы поехали Китайский квартал Китайский квартал Вот чайный квартал Монастырь Литл Индия Улица Квартал Самое прикольное здесь В метро я уже не говорю про кошек, собак и мороженое Здесь Нельзя целоваться И здесь нельзя Жевать жвачку Вот так Про пиво и про прочие Прелести я уже не говорил Чего вы? А вот летки играют в футбол Вот храм, офигительный индийский храм Здесь Монорель наклоняется в одну сторону Что можно наложить в штаны Не знаю что Так бывает Трафик Реально Трафик Это китайский Клановый дом Какой-то кренделик Естественно богатый Основал этот дом А может иначе не был богатым А из бамбука сделал он изгородчик Да Вот а потом Сыновья Много-много Много-много Потомков На крыше такая хрень Его Увеличили Разукрасили И он превратился в такой Дом семьи Как какого-то Килуя Или Пончоя Не знаю Мы Проникли в китайский Дом Клановый Офигительный контраст Такие мощные небоскребы И сразу на другую улицу И такие Тоже улицы Идем дальше Это Входим в китайский квартал Не знаю Чайнатау мне нравится больше Сорри Вот Я иду Вот В этот храм Который Корчит Да А на другой стороне Вот такой спешенегольный Хотель И улица Маленького Такие стеклянные небоскребы Это офигительные на самом деле Храм очень красивый Ему 140 лет Это Это Сицхий храм, одно из битвей индуизма, там мелкие-мелкие детали, очень красивые, и он стоит между небоскребами, практически, между небоскребами. Здесь огромное встание, и вон там тоже огромная ступляшка МСМ. 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 Какая-то гостиница Это китайских улицах, китайский портал Небоскрёбчик И тут китайский Старый китайский храм Все очень Сохраняется, я смотрю И это здорово Хотя у нас тоже такое бывает Речка, вонючка Как бы это все умещать Умещать бы как бы это все Вот так вот где-то Вот так Вот так, и там проходит Поезд Ну типа метро И говорят, что рушит Рушит эту мечеть Старая Мечеть Парк на берегу Вот этой речки Э, речка, это вот как раз угол Куала-Лумпур Так называемая Пень-пень Вот так А Бургер Кинг Вот он там Видно даже, где-то Какой тоже опять очередной квартальчик И там вот этот Золотой небоскреб Вот так Так, ничего хорошего Сейчас сядем на метро Поедем До Петроноса Вот там Минара На который, к сожалению Мы уже не успеваем Залезть Вот Но зато Мечтаю увидеть Петроноса Это один из обязательных Пунктов Пунктов Моей программы Так За билетами За билетами в метро Блин Тупец какой-то Это Последний Номер В этом городе Моей Запланированной программы Это Ночной Куала-Лумпур Вот Горящая Минара Смотровая башня Телебашня Вот И Жаль, конечно Мне трудно Все это дело Снять Показать Потому что Нужен большой Объектив Широко Угольный Вот Ну Вот тут Все так горит Все так сверкает Фонтанчики Вот Ну и все Конечно Собрались Здесь Чтобы Увидеть Петронос и ночь Это действительно Впечатляет Это Такой Шатр И Луна Да, это круто Вау Так, это Другая сторона Петроноса Народ после Трудового дня Сидит у фонтана Сидит у фонтана Сидит у фонтанчик Сидит у фонтанчик Сидит у фонтанчик Сидит у фонтанчик Едем на остров Вангкави Да Не смогли взять билет На Электричку На поезд Точнее Был какой-то праздник Сейчас придется Трясти Шесть часов На Стопосе Сидит у фонтанчик 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 Сидит у фонтанчик